приветствую вас на канале фан-клуб total war с вами коз продолжаем играйте за королевство гондор замечательной модификации разделяю властвуй с обмодом эйджи оу на игру медиала total war 19 ход 5 серии чуть запамятовал о чем остались но какие-то здесь бои у нас были строим и казармы уже кое-где а именно в обоих азгилят а кстати вспомнил вспомнил ваши пожелания одно из пожеланий комментариях усилить конный отряд за счет печати да вот есть хурлин из пенагелина до хирург 61 боец у него в отряде а мы можем кстати если плюс 10 дает может быть и артон получит туда их десяток на 23 рыцарей лебединой гвардии ты шиплет вообще огонь да давайте его отправим восточный азгилет фара мир где твоя печать печать наместника передать и эртонам мы посмотрим что будет по итогу да так денежку оставим давайте сразу переход хода по у я всеми походим это уже завершение да это завершение хода сдаем так карта открылась смотрим внимательно какие то есть изменения вот тут все красненькое стало так неповинующийся дэнатор из великих крепостей мордора марширует армия заклятых врагов стремясь уничтожить народ гондора и сравнять белый город землей поднял знамя великого ока на его пепле все дуны дайны южного королевства должны оказать сопротивление иначе средиземье пойдет вместе с гондором дэнатор зная теперь от присутствия саурона видящим камни действует осторожно и не решается использовать палантир опасаясь обмана темного властелина но теперь когда южане устраивает набеги все чаще а легионы орков выходят из черных врат у наместника не осталось времени для осторожности и размышлений постоянно держа в уме единственную цель защиту своего народа дэнатор с сопротивляется воле темного властелина и его попыткам уничтожить разум гордого правителя гондора и надежда кажется вновь сияет для дуны дайн средиземья а волны беспешников зла будут остановлены что позволит наступить еще одной эпохи мира к чему это было я не понял 20 ход может быть так 3 в рейтинге мы как были а в мупом были даже как-то вторые объявление фракции так вот бортер шпионской сеть бри прикольно а здесь помда 15 расширена вот в этом модификации вместо 8 по моему количество свиты который может быть так двум хир городской доспех а гондорский доспех плюс их здоровье плюс один к амбициям это кто а этот с топорщиками анкборд бесстрашный военный совете по цене был духу на стать затраты на обучение рождет пусть машину на войну отправить все подумаем очень хорош правителя медона ну нам нужен костылян по-любому к рандерс на и переобучение союза между свободным народом андуина и следопытами севера земли бри подписали союз с королевством дл слушайте но не 10 но 17 вы помните да по моему был 11 бойцов или чё-то там 13 ну короче увеличился отряд но это очень сильная рыцари вот потихонечку надо бить войска мордора о сража источника нам будет скоро доступно но через ход 3 хода как же долго 5 ходов так ну давайте по воюем да мне нужен в каир андерс нужен полководец долго же он будет ехать но он хорош и у него войны ламидона так а вот можно взять еще стрелков давай возьмем будем двигаться на восток так сейчас опробуем нашу кавалерию доставим их на паркасах они конечно сейчас отступят это же с марика не отступили встретимся на поле боя так мы в тактическом режиме блин как же прикольно здесь фарами сейчас будет камера очень близко может посмотреть юнит максимальной близости вот это пехота ламидона скоро мы сделаем кстати тоже апгрейд брони там это мастерская кольчужника готовится это уже наши оруженосцы эти ополченцы лучники по апгрейде уже брони стража стрелки и телена эти топорники у сарнаха офигенной модели так ну давайте развертывание осуществлять по обыкновению наши тактики уже копье будет по центру она будет становиться формацию определенную так стрелки вот так вот ну и войска флангового удара чуть-чуть в тылу поставим ой я все забываю про этих у корей так вот можем начинать противник прям перед нами немножко сблизимся сделаем это в ускоренном режиме и где-то недалеко уже подкрепление конное я войско мордора рассмотрим там какие-то я видел интересные отряды которых мы еще не встречали воля саурона интересно доспехи 12 навык 7 атака 11 7 очень серьезно ребята прям очень-очень их 153 человека так если кавалерия катафракция варьягов такие вот местные монголы так они решили сменить позицию я так понял да так ну давайте кавалерии мы сейчас ее конечно же рассмотрим да вот сюда я пока шаром да вот сюда я пока шаром завязалась битва завязалась битва да вот сюда мы формируем и мы Так, здесь тоже будет фланговый удар. Ну и вот наша комная гвардия. Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Так, а ты уже готовься сюда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все. Так, идем туда. Ополченцы сопровождают. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Готов капитан, сейчас мне посыпут сок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, стрелкам отставить стрельбу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Встретимся на карте кампании. Все-таки решил чуть-чуть поснимать. Кавалюрию-то я мало показал. Смотрите, какие офигенные рыцари. Лебеди. Это они еще в апгрейде брони. А до апгрейда у них нет вот этих перьев по бокам на шлеме. Ну, это крылья. Крылья лебедя расправленные. Так-то они так же выглядят. Офигенная модель. И классно, что некоторые отряды дол Амброта будут Гондору доступны. Ну, это элитные в основном отряды. Ну, вот это, соответственно, у нас как они-то называются? Всадники Пинадгелина. Ну, такая модель из оригинала, да? Рыцари в кольчугах. Только в окраске определенной. Щиты, конечно, поинтереснее сделали. Ну, хорошо смотрится. Они, по-моему, тоже, да, доспехи? Нет, еще не доспехи. Видимо, у них тоже будет апгрейд брони. Но это, наверное, уже когда панцири будут. Так, это у нас ополчение. Ну и все. Ну и... А, вот, кстати, у нас есть с апгрейдом. Давайте посмотрим, что здесь меняется. А, ну у них панцири появились. Вот, видите, кирасы. Кирасы есть. И наплечники вот эти. Ну, короче, видно, да, апгрейд виден. Шлемы остались те же. Вот, видите, разница ощутимая. Ну, мне вот нравятся такие апгрейды. Когда видно, что какие-то компоненты добавляются, они просто меняются моделью. Так, что-то кого-то я там еще не добил. Красота. Такое небо пасмурное. Прикольное. Кстати, вот видите, дождь не пылит. Дождь такой еле заметный, но идет. 350 человек мы потеряли. Командир Ишлур потерял всех. Встретимся на карте. Так, разбили мы этот отряд. Тут еще. Давайте подведем лазучка. Обычные отряды не все такого. Можно дать еще бой. Сможем отступить, конечно же. Здесь прям один к одному. Встретимся на пуле битвы. Так, я расставился. Ураг находится внизу. Будем опускаться. Навстречу. Наша козырная карта. Этот козырь надо разыграть максимально эффективно. Встретимся на пуле битвы. Я говорил, лучники ополчения уже в броне нет. Ничего нет в броне. Блин, классная вся модель. Суперски смотрится. Губер даже самые простые войска. Очень хорошо оснащены. Экипированы. Это, конечно, фракция пехоти. Дол Амбрат о кавалерии и такой же хорошей пехоте. Вот прям вот улучшенный гондор. Там есть неплохая средняя кавалерия. Оруженосцы, по-моему, называются. А они гораздо лучше ополченцев. Тяжелой кавалерии. Ну, пока будем сближаться и Мортор свои войска объединит. В принципе, мне это на руку. О, лучники. Тоже есть кавалерия. Лучники эти у руки. Вот еще кавалерия. Кавалерия будет бить по флангам однозначно. Поэтому мы сделаем небольшую лекировку. Так вот. сосна как сосна да замечательно природу сделать просто замечательно браво и если этого нету в пятой части но это ошибка я считаю кто-то не писал что в 5 вот нет такой природы здесь есть но это же обалденно смотрится цветочки какие-то гриб смотрите мухомор еще один так с грибами все понятно нас атакует уже да мы такой руков давать все лучники сюда держите позицию держите позицию это не не в лоб атакуют видите делают как и маневр так надо поменять конструкцию пехотного построения так теперь стена щитов так теперь стена щитов ручнике затупили так давай-ка кавалерию сюда переместим я думаю они будут дальше обходить нет все они уже идут в атаку так в кавалере по центру дарил дитя вот так вот вам будет удобно смотреть классная штука да так он другим других тут улар проверял не работа такая комбинация и preference не настраиваться не знаю как они тут сделали сделали так давай-ка все таки вот этих оставим здесь эта часть коллеги будет действовать на правом фланге так перекину я пожалуй топорщиков у сармаха сюда работаем работаем сейчас будем разгонять стрелков соответственно мои ученики должны работать по кругу и перехват пошел так теперь стрелкам переключиться вот сюда так а вот и мы тут обрушили повторный чаш уходим из боя а мне half the enemy force remains так стрелки переключайтесь двигающим давай увидим из боя то что-то жестко происходит отступим вот это садики южан очень крепкий любили почти на все полщин совпаду пройдет чаш он прошел непонятно пока результат ходим так нужно перекидывать кавалерию вот сюда так победа сопровождайте видеть обстрел так надо брушить в резерв фронт почему шагом так капитан капитан мордор умер и все все побежало все полетело все посыпалось до сквалили намного интереснее проще такие орды уничтожать так подожди 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 когда победа в руках нужно быть аккуратным нужны нам лишь не потери сюда ну теперь закрываем руки с луками до казалось бы научники но пора ли у них очень хорошая выносливость повышена был и дух смотрите ниже да они даже расписано 180 средний но не берут какая модель у этого руководца а вот он вот не бегут ты посмотри лишь колеблются так но я побегаю тут за ними с вашего позвоня встретимся на карте вот такой итог короче сражение 350 гондорцев остались лежать на это поляне ну и вся армия врага вырезана так ну тюдюфу пока без вылетов возвращаемся обратно как хорошо кавалерия смогла вернуться замок здесь я хочу посмотреть так всадник пиногиль гелин я не могу здесь переобучить почему-то сейчас узнаю почему может быть их нету в таверне феодалов так следующие отряды могут быть переобучены оруженосы до амарта всадники дар энд эрниля копейщики до армата всадники пиногилен есть их наверно уже переобучал ну короче береговые лименины пикинера анфалоса береговый сайт тоже здесь есть видим переобучал воины ламидона лучники долина чернокорния следопыты и теле на кута так вот наверное вот этих могу переобучить я не помню чтобы я их переобучал да так значит нужно вот так вот сделать нет еще пока не время времени пришло вот эти однозначно войска сюда ну нормально я считаю нормально здесь тоже достаточно сильный гарнизон потихонечку мы их убиваем но я думаю что на следующий вход можно будет минус моргул осадить посмотрим так теперь работа с агентами я смогу нам пока задание не дали я думаю что она будет вот как раз с эльфами мы дал костю общаться есть на земле оставим пока здесь бортов сеть получил полезли дальше по тракту и тракт обрывается покойницкая гать хервигель здесь находятся с домидайцами так я предлагаю знать что сделать можно свернуть в угол где вот угол вот на угол да а там и к элронду зайти он где то здесь находится да прогуляемся ну и все получается получается все давайте посмотрим что у нас на других фронтах так точно говоришь а нет уже сходили но тут тише гладь вообще ничего не происходит и надувает армия но маленькая не за не возьмет этот замок ну и все что у наших союзников творится непонятно кстати можем же второго нанять посла да это сделаем попозже только в минус стиле туда можно посла нанять ну да скорее всего так и есть двадцатый ход напомню это был прощаемся с ними переходим 21 клана развращены с руманом белый волшебник убедил кланы и на 2 это присоединиться к его делу и низ несомненно вскоре они начнут доставлять неприятности свободным народом риадора новое задание захватите поселение блин астигил награду получите лучших воин средиземельный надо брать могут дать стражи источника вполне здесь можно схитрить стояли бы они вплотную так они могут отступить так так т.к. 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 Скорее всего, отступят в город, в крепость. Так, кого с собой взять? Так, это говорит о том, что мы можем их объединить. Так. Я не думаю, что мне здесь нужны лучники. Там есть кавалерия, луки, я все оставлю в замке. Возьму вот эту всю пехоту. Лог и насрим, да, это, конечно, неприятно. Долго будет убиваться. Долго будет убиваться. Продолжение следует... Возьму отряд мечников... Блин, еще бы, еще бы кого-нибудь... Стражи источника не помешало бы, если честно. Ладно. Форлок жирный, иди сюда. Все, вот так вот мы сделаем. Восточный изгилет вполне себе укреплен. Сейчас протокуем. Так, заходите в поселение, да, мы видели. Новый член семьи, это будет расти, никто не вырастет. 6 ходов в год, вы представляете, до 14-летия или до 16-летия, когда они тут появляются. Так, это переобучение. Дежава начали войны. Ну вот, кланы Эннед Вайт сразу со всеми силами порядка, да. Или как здесь. Добра. Земли Бри, высшие эльфы, эльфы Лориэна, гномы Эрет и Луина, следопыты Север, княжество Дол Амбрат, королевство Рохан, ну и мы, конечно же, королевство Гондор. Ну и союзы. Они заключили с Эзенгардом и дуглунцами. Также союз между Бри и Широм со свободными родами Андуина, княжество Дол Амбрат и следопыты Севера. Кланы давать враждебные, ну еще бы. Ой, а тут Назгул сидит, скотина. Так, ладно, нам бы это самое здесь светить на самом деле. Ну тут ничего страшного, я не вижу. Вряд ли они покинут крепость. Да, сиими защитники орков, сиими гарнизон, но они отсюда не вылезут, мне кажется. Так. Ты пока стой здесь, будем ждать все-таки это задание. Давай все-таки в угол сходим. Так, и что-то я хотел сделать. Надо сохраниться, надо почаще здесь сохраняться. Так, 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 что-то я хотел... А, там еще у меня полководец идет. Ну это в Кэр Андерс, скорее всего, получит назначение товарищ. Ммм, кстати, отсюда мог бы еще силы взять. Ну сейчас посмотрим, что вот здесь будет, отступят они или нет. А, я хотел еще, знаете что, я хотел этого второго дипломата нанять, вот. Сходим в Дол Амбрат и будем с ними постоянно обмен картами делать. Насколько это будет возможно. Так, они не отступили, и это шанс. Взять пост Тегил очень быстро. Встретимся на карте комп... На карте битвы, конечно, оговорился. Так, ну вот... Посмотрите, он предлагает, какую мне конфигурацию построения. Не совсем я с ней согласен. Какие копейщики будут у меня составлять центр. За счет того, что они могут строиться. Построение сомкнутой щиты. Это позволит удерживать натиск. Так. Ну все. Давай чуть-чуть продвинемся. Давай чуть-чуть продвинемся. Так. Так. Здесь, наверное, есть смысл пообстреливать. Нет. Да. Кавалериум. Слушайте, ну это очень четкие ребята. Давайте почитаем про них. Лог-Инос-Рим. Элита среди Лог-Рим, Лог-Инос-Рим, личная конница Лог-Хана и лучшие всадники во всем Средиземье. Эти катафрактари в тяжелой позолоченной броне на бронированных лошадях поистине не страшная сила. Они наскакивают на вражеский строй, пронзая воинов длинными пиками, а затем рубят выживших воинов своими саблями. Их присутствие на поле боя повышает подвижность и мощь армии Лог-Хана. Незаменимыми при фланговых ударах Лог-Инос-Рим зачастую обеспечивают победу. Они всегда наносят решающий удар по врагу и обращают его в бегство. Избранные отряды Катрафактариев охраняет личного Хана и его лучших полководцев. Боевой дух очень высокий, устойчивость к потрясениям очень высокая, скорость перемещения 95%, дополнительная атака 9, что это значит ХЗ. Ну что-то там, я помню, что-то было с чаржами, игра какая-то с чаржами. Типа максимальный чарж 12, повторный 9, что ли. По-моему так. Штраф на местности равнина Лес-Снег. На равнине у них штраф. Ха. Ну это как бы воины пустыни, что ли. Так, поднимает боевой дух, кстати. Боевой дух, смотрите, ниже сильная атака, очень высокая выносливость. Ну и вот самое главное, атака у них 10, натиск 12. Общая защита 24, из которых 15 доспеха, это прилично. И навык 9, обороны. Ну конечно рыцари. Лебединая гвардия, она помощнее будет. 17, доспех 17, навык нижнего боя 11. Но при этом у них атака меньше, да? Нет, все больше, все больше. Ладно, будем стараться сейчас их прорядить. А, нет, у нас их будут уничтожать секирщики. Так что давай лучше по черным урокам с алебардами. Оно будет эффективнее, да. Тут они хоть падают. Здесь они вообще не падали. Не, один валяется. Двое. Трое. Четверо. Пятеро. Нет, лежат, лежат. Так, где там кавалерия Гондора? Как красиво, знаете, рассвет. Сияние серебром доспехов. Лебединая гвардия. Какая мягкая? Воспехов, посмотрите! Так, где там? Не падаю. То есть по-моему, ай-казал. ПО-моему, ай-казал. Сияние серебром доспехов. ПО-моему, не падаю. с ними вообще как ни хер делать. Так, я пока подрежу это дело. Как Фарамир закончит обстрел. Так, приступим к активным действиям. Слушайте, Фарамир вынес практически весь отряд в руку с алибардами. Все, стрелы закончились. Так, теперь делаем в следующем образом. Так, 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 так. Если мы продолжим так, то, что мы сделаем это. Фарамир Фарамир Давай, начинай! Возьми! 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 Давай, начинай. есть так как не отпускай их так но я за ними побегаю встретимся на карте кампании никто не ушел эти 0 мы потеряли 85 бойцов так значит берем в саду радио не достает отлично так кавалерию можно можно и в эту крепость спрятать но ее атакуют замок классно да получается так вообще ничего не стоит хотя тут денег пипец кофе так мы в минус уходим вот за этих ребят я уверен тут есть стража источника отобьемся хотя в принципе я бы уже мог бы здесь организовать какие-то проблемы для мордора но будем последовательным астигил забираем оставляем здесь гарнизон фарамир перемещается хотя фарамир может переместиться и следующего на следующий ход может вернуться его тут в принципе присутствия не обязательно так вот этот ряд явно ехал пила пилар гир да здесь пока я не вижу никаких проблем давай уберем все войска сюда ну вот здесь бы еще бы замок да здесь тоже пока никого нет посмотрите сколько войск на бесплатном содержании отпад ну давайте кто же уберем с важный доход получить так вроде бы все на этот ход ну давайте сдадим карта открылась здесь все теребельские до территории еще вторые мы уже опять в списке мордор лидирует ар-анду наим по финансам богаче всех настолько 9 процентов от я так понимаю бюджета ар-анду наим но это пипец сколько у них там куда деньги так насмотрщик это дуэнхир если быстрый конь это наш дипломат новый и стран но он кстати с очень хорошим этим с связями так езжай езжай линхир получается ближайший до так минус тирец зал мастеров камня вас поздравляю мы вышли на дом гильдии каменщиков это 50 процентов время строительства и затрата 35 можно прямо сейчас это уложиться если мы сейчас не можем где-нибудь казарм уже заложить кр-андрос но смотрите казарма появились и стрельбище и то и другое нам важно нужно зал мастеров камня на четыре хода где их возьму тут стать еще можно порт построить и у нас будет хорошая прибыль но я предпочту стрельбище заложить объясню почему у меня есть лучники которых надо пополнить вот так вот а ну вот кстати дорогу приложил давайте здесь тоже зал каменщиков у копейки на следующий ход 2400 союз гнома и рейбора свободный род андуина полин неприятно откуда же они сняли войска то сейчас их атаковать встретимся на поле битва посмотрите какая красота вот особенно на вот эти деревья офигенно ну для конницы конечно не лучшая карта мы будем из этого леса конечно же выходить вот где бы нам хотелось навязать бой но горки вряд ли пойдут вот так да не скажешь здесь останутся давайте я сейчас подведу войска туда-сюда и тогда включу камеру дабы не тратить время наше драгоценное уже за час ушли съемки так ну как видите по таймеру же приличное время прошло я только-только сюда пришел спускаемся чтобы вам было все видно кавалерию я спрятал здесь но как спрятал военачальника ты не спрячешь поэтому я веду пехоту на сближение потом будем бить спину как обычно я думаю ни один орк не уйдет живым отсюда блин какая же природа вы посмотрите я бы здесь походил бы это конечно связано с некоторым летним голодом до после зимы нашей сейчас весна 7 солнечная погода но тут прям лето лето красота большой респект людям которые делали тактические карты обогащали их вот этими всякими декорациями просто супер дальше дальше давайте все уберем туда так все видно Опылили, да? В спину им стреляем, но они чувствуют нас в тылу. Блин, как же прикольно сделали солнце, да, сияющий забор. Блин, классно смотрится вообще. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... 57 бойцов мы потеряли. Ну, это, конечно, пехота, копейчики в основном. Но они в ноль ушли. Итак... Здесь, я так понимаю, мы приклеились уже, да? Продолжение следует... Бород дурь нанимались... Леофрик... Преклонившийся... На разгон. Ну, тут по... Авторасчёту наверняка будет лёгкая победа, но... Это вот чувака отсюда хрен выковыришь. Потери будут сумасшедшие. Сохранюсь. О, видите, а 6 к 1. Лучники, ёлки-палки. Не знаю, что лучше. А что у меня есть уже? Блин, не посмотрел. Я не посмотрел, что у меня там есть. Ну, ладно, уже жребий брошен. Встретимся на... Карте штурма. И что я вижу? А вот что я вижу. Вот так вот здесь сделан замок. Нормально? А я думал, там просто деревянный чистокол будет. А тут вон оно как. И самое западло то, что у нас один таран, и мы можем сейчас облажаться вообще как ни хер делать. Так, выключим эти маяки. Так, нет, надо... Копейщиков. Я думаю, они дойдут. Ну, это классное решение, что... Я вообще всегда говорю, что главная ошибка разработчиков Medieval 2, то, что они сделали такие бездоровенные замки. Надо было вот что-то такое делать, компактное, как... В этом, как его... Аддоне, да, британском, где-то такие замки сделали. Фортек, правда, не замки, но тем не менее. Такие компактные фортификации сложнее брать и, соответственно, проще оборонять. Блин, как плохо, что вот нельзя, чтобы они дрались вот вообще везде тут. Вплоть до обладения донжоном. Так, ну что, давайте посмотрим, получится у нас что-то нет. Конечно, блин... Все равно минорцы, стрелки. Ну, их надо будет быстрее связать боем и расстреливать в голову там, я не знаю, что-нибудь. Они отступают на центральную площадь. Сто процентов. Это хорошо. Потому что здесь башни стреляют просто сумасшедшие. Блин, главное дотащить. Это главная задача. Очень, очень страшно. Что таран не дойдет. Ну, они ушли из площади. Нет, еще не ушли, ушли, перестал стрелять. Он стреляет дальняя башня, ты посмотри, ёпта. Тут все башни, блин, работают. Вот это классно они сделают, что башни и донжона, да, тоже работают. Но, правда, непонятно, флажков-то нету. Пачи управлением башни. Так, ну, вроде дошли. Ну, это, понятно, финал пятой серии. На этом сражении закончим эту серию. Смотрим, что нам там в качестве приз. Надеюсь, возьмем. Блин, ну классно сделали. Вот это, вот это я понимаю, мод. Вот это вообще огонь. Ну, куда ни плюнь тут, а? И природа, и архитектура, и войска, и события, и, блин, все что угодно. Это прям рай для того, варчика. И для фанатов вселенной Толкина. Прям. И почитатели фильма Катер Джексон, это вообще прям отдушина. Здесь они как дома. Так, ну ладно, пошли потихоньку. Где-то кавалерия была. Ага, ну, она вряд ли будет. Блин, как красиво в отдалении пыли смотрится. Вообще, круто, да? Прям картину пиши. Посмотрите, как классно. Вот это я кадр поймал. Надо правильно горизонт выставить. Вот так вот. Здесь не заставляется он посередине всегда. Он должен быть чуть ниже. Ну, вообще супер. Я бы такой повесил бы все за стеной. За спиной, за стеной. На стену. Я бы вообще на месте Сашников или Сеги, блин. Как-то вот все-таки из этого какую-то выгоду извлекал. Делал бы какой-то мерч по всем сериям Total War. Там картины. Среды гурки солдатиков. Там еще что-нибудь. Да пиздец. Сколько можно всего сделать? Да, блядь. Просто там сидят какие-то полные ебанаты, блин. Я не знаю, блин. Это касается и игр производства, и что с этим связано, блин. Почему? Непонятно. Есть, конечно, мерч определенный Total War. Но его так мало, блин. И в хуху где достанешь, блин. Короче, как говорится, обидно за любимую серию. Ну, они, говорю, они расслаблены. У них нет конкурентов, они, блин. Они расслаблены. Они это вот, производители, разработчики, держатели. Прав и прочее. Не работают они с аудиторией. Замечусь, лояльные аудитории. Люди могут не принимать их новые игры, но они обожают их старые игры. Как и обратное. Что играющие в новые игры, старые, как-то мне интересно. Есть совсем ебнутые, как я. Которые вообще все нравится, все же связано с Total War. И, блин, им пофигу. Я бы, честно, я бы покупал какой-нибудь мерч. Реально, там, календарей, на столочке какие-нибудь там. Да все, что угодно. До спального белья, мне пофигу. Если бы была возможность, доступность, блин, почему бы нет. Это было бы, это прикольно было бы. Ну, уже, уже мы стреляем, да? Следопыты далеко убьют. Важно связать их будет боем. Вы сюда. Вы сюда на флаг. Так, башню забрали. Вот так ворота. Ворота. Сейчас поближе подойдем. Нам главное их связать боем, чтобы они не стреляли. И стена. Стена это F. Встали, встали. Ну, а вратные башни вроде больше не пуляют. Кстати, сейчас пойдем еще на захват. Они стреляют? Что такое-то? Читер гребаный. Нельзя бы не стрелять и биться. Все, вроде. Нет. Смотри, еще, блин. Поднимают руки в болезнь. Что, со слов? Что, блин, сейчас близко в стоять. Я лепил в голову прям. Реально элита. Черные нуминорцы. Парамир только залез. Давай, давай. Растянули тылы. Так, ну все. Теперь я спокоен. Так, держать позицию. Стрельба по приказу. Давай, прям четко в голову. А мы потом ударим им в спину. 11 минут захвата. Кстати, в этой модификации не играет роль захвата практически в центре города. Мало того, что нужно выиграть таймер, так нужно еще 100% нанести урона врагу, то есть всех убить. Поняли, да? То есть вот так вот. Поэтому... Блин, ну посмотри, что они творят. Скоты, блядь, а. Они бьются в рукопашные. Задние ряды разворачиваются и стрелять в зуб. В принципе, чего им мешает? Казалось. Ничего, но так обычно тут у Ларни бывает. Звучит варьет, блядь. Прям вот как будто в упор из автоматов стреляют. Вы-то стреляете? Героическая смерть. Форлунг жирный, сдох. Блин. Такой отряд потерял, а. Такой отряд. Это спецы по вырезанию кавы. Я же говорил, не все так будет просто с номинорцами. И они не стреляют, скоты. Не, стреляют. Тоже получают голову. Башню толпить. Короче, убираем Форамира. Пока его не убили. Номинорцы и так текут. Блин, ну надо же, жирного потеряли. Звездец. Давай сюда. А, его просто, походу, в упор расстреляли. Вот вам и элита Мордора. Да, они хорошо текут. Их секирщики тут просто раскладывают. Ну давай, уходи за стену. Вы что, хотите мне наследник потерять? Посмотри, тупизни какие, а? Да давай же, господи. Что с тобой? Так, Backspace. Ну? А где он, кстати, я не вижу. Не, ну если бы я потерял бы, командирую мне бы. Вот он, все. Мы об этом сообщили. Так, кто-нибудь остался здесь. Наверное, остался на сборке, да. Нет, еще 20 бойцов. Блин, мы потеряли. Такого вообще классного чувака. Главное, потеряли его отряд. Он сейчас исчезнет. Вторая такая тяжелая трата после Баромира. Я же говорю, будет непросто. И этого они здесь одни. Посмотрите, что не будет гарнизон. Вообще, неприступная крепость. Ну вот то, что работают вот эти башни, донжоны, это вообще огонь. Они же увидели, как из пулемета на стрелке. Посмотрите, сколько стрелков и телена лежит. Посмотрите, сколько не минорцы в упор расстреляли. Где тут жирный наш полководец? В каком месте? В какой локации мастер-гибель? Непонятно. Да, вот такие эмоции. Вроде прохождение идет по лайфу. Но если сравнить с 4.6, это однозначно. Вот такие были потери. Непредвиденные абсолютно. Ну а с другой стороны, как не использовать качество? Этих телохранителей. Что Баромира, что Жирнова. Блин, ну они же классные отряды. Как их не бросать их в бой? Но никто не застрахован от стрелы в лоб. Примерно так нашел свою судьбу Ричард Линнесерс, что уж говорить про выморочных персонажей. Ну все. Уже, по-моему, один остался. С них двое. Не выносится еще. Он ждится очень долго, и он еще заберет с собой несколько душ. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Куда-то бежит. Субтитры создавал DimaTorzok. людях ведьма вызывала что-то там чувство злобы и жестокость а на костре она сгорала и душа ее летела пропасть убейте суку сволочь вспомнился мне король и шут сейчас сериал идет я уже вторую серию гляну вы вроде так не чё это будет очень долго блин 104 бойца и убит предводитель блин как как жалко не этот отряд как он не нравился сколько он кавалерию же убил насколько вообще были славных короче страниц в истории этого подразделения и 5 взял ребята ушли никуда даже не вечности но тут все понятно чисто технический момент убить не убиваем разгрызть в общем я подрежу но это свершилось не так уж долго как я поставил на паузу 297 бойцов я потерял но это херфик бы с ним главную потерю вы знаете а это что такое а прожески начинка это все встретимся на карте компании разочарование черт скрывать так выполнили мы условия занимаемся счетом грабить сразу сохранимся сушки не одну улицу типу их форланг жирный правая рука можно сказать в аромир и брат его фаромира покинул вас борьбе со злом зло забирает плату так выполнено один отряд страж источник но как я и говорил что но как говорится мы не очень рады призу потому что потери наши столь же велика вот это сила с которым мы пойдем на минус моргал уверяю вас сразу я их сразу перекидываю восточный асгилят так кавалерию убираем здесь ничего нету вообще баромир возвращается с этими отрядами их там день пополним впоследствии давай кинем сюда отряд мечников и вот этих лучников да что тут блять с порядком то вот так вот но у нас есть силы для атаки конечно мы часть сил с немской андерса этапа это однозначно казарма будет на следующий ход готова блин ну полтора часа серии ребят надо заканчивать не формат уже просто просто не формат столько так двинем вот этого товарища сюда да блин конечно печали ну что ж такова история этого прохождения за всем все вам прекрасного вечера завтра услышимся пока пока